Как бы долго не длились новогодние каникулы, рано или поздно придется возвращаться к привычному ритму. Не всем это удается сделать легко. Как же восстановить свой режим, узнаем у наших жителей. Ну первое, что мы начали делать, это оставить будильник на полчаса раньше обычного пробуждения. Ну типа с 11 стали в 10.30 вставать, потом в 10.00. Ну вот сегодня резко в 8 утра. Главный совет – не выходить из него. Тогда не надо будет входить. А если уж такое случилось, то начинать просто с равномерных тренировок без ускорений и беречь здоровье. Мне самое сложное – это восстановиться после того, как я сбил график, ну именно сна, соответственно. Но этому помогают, во-первых, нагрузки вечерние, какие-то вечерние пробежки или хождение в зал. Ну в общем, любые нагрузки, да, чтобы ты уставал и тебе уже там в 11 в целом уже хочется спать. Хороший способ вернуться к привычному режиму – физические нагрузки. Энергии станет больше, а уровень стресса ниже. Но все хорошо в меру. Интенсивность тренировок лучше увеличивать постепенно. Очень хорошо, что ты наконец-то пришла в зал. И поэтому мы с тобой начнем сегодня делать физическую активность, которую ты очень любишь. Мы начнем с коврика. И, естественно, пара гантель нам в помощь. Это, наверное, самые лучшие, самые базовые упражнения, которые можно выполнять в любую погоду и на улице, и дома, и в зале, где тебе хочется. Отлично, давай. Простоять в планке хотя бы 30 секунд уже неплохо. Но прежде чем приступать к нагрузкам, специалисты рекомендуют восстановить режим сна и питания. Мы немножко урезаем весь режим питания. То есть у нас меньше вредных жиров, больше полезных. Кушаем больше рыбки. И поэтому, наверное, самое лучшее – это сесть на безуглеводную диету хотя бы на несколько дней. Очень хорошо получается. Спасибо. На человека, который ел много салатов, очень даже неплохо. Отлично. В числе базовых упражнений – приседания, выпады, растяжка. Несколько повторений и тонус в мышцах гарантирован. При этом не стоит забывать про питьевой режим. Так восстановление пойдет быстрее. Тренировку мы завершаем, естественно, на кардио. Кардио улучшает кровообращение. Естественно, поджигает жирочек подкожный. Ну и просто сжигает калории. Что самое важное в кардио, что оно должно быть очень спокойное. Не должно быть превышения пульса. Конечно, у каждого свой способ вернуться к рабочему режиму. Но прогулки на свежем воздухе, физкультура и правильное питание точно помогут начать год бодро. Екатерина Крамор, Илья Павлов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».